Добрый день! Продолжение следует... Глава государства Гитана Снауседа и премьер-министр Ингрида Щимонити. Основной день выборов состоится в воскресенье 26 мая. При этом в Норвегии некоторые литовцы не получили бюллетеней для голосования на президентских выборах. Ситуацию решают в посольстве. Главной избирательной комиссии объяснили, что бюллетеней для некоторых людей не отправили из-за человеческой ошибки. Их не поместили в почтовые конверты, объяснила пресс-секретарь ГИК Индрия Романовичения. По данным ГИК, посольство Литвы в Норвегии разослало избирательные бюллетени почти 4000 избирателей, которые зарегистрировались для голосования по почте в этой стране. Китай отправляет России оружие для войны с Украиной, заявил британский министр обороны Гранд Шапс. У Соединенного Королевства есть доказательства того, что РФ и КНР сотрудничают в разработке боевой техники для использования в Украине. Военная разведка США и Великобритании могут показать, что летальная техника движется из Китая в Россию на войну в Украине, подчеркнул он. Шапс сказал, что НАТО необходимо проснуться и увеличить расходы на оборону во всех странах Альянса. Накануне министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии также призвали союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП. Глава Минобороны Эстонии Ханну Певкур сказал, что 2% уже недостаточно, должно быть как минимум 2,5%. Он подчеркнул, что сейчас только Эстония, Польша, Греция и США выделяют 3% ВВП на оборону. Министры стран Балтии также подтвердили обязательства выделять на поддержку Украины ежегодно четверть процентов ВВП. Еще министр обороны Литвы Лаурина Скащунас выразил надежду, что Вашингтонский саммит придаст определенный прогресс в оборонных планах на восточном фланге. Такое сказал министр. В эти выходные в Крейтинге пройдут военные учения. Там ведут комендантский час в ночь с субботы на воскресенье с полуночи до 4 утра. В субботу с 7 вечера в Крейтинге будут действовать настоящие мобильные блокпосты объединенных экипажей полиции, службы общественной безопасности, военной полиции и стрелков. Поэтому должностные лица смогут останавливать проезжающий транспорт, проверять документы и производить другие процедуры досмотра машин. В России военный суд арестовал заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ и начальника Главного управления связи генерала Вадима Шамарина. Как передает русская служба Би-Би-Си, его арестовали по делу о получении особо крупной взятки. Первое задержание Шамарина сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным издания, у Шамарина прошли обыски, а после этого его доставили на допрос. И это уже не первое громкое задержание в российском военном руководстве за последние недели, отмечает Би-Би-Си. Первым был замминистра обороны Тимур Иванов, которого обвинили во взятки на миллиард рублей. Его также арестовали. Премьер-министр Соединенного Королевства Рещи Сунок объявил досрочные всеобщие выборы на 4 июля. Он сообщил, что официально попросил короля Карла Третьего распустить парламент перед выборами. Как ожидается, парламент распустят на следующей неделе. Сообщения о том, что Сунок может назначить досрочные выборы, начали появляться в среду после того, как министры отменили мероприятия, либо сократили, либо отложили зарубежные поездки, чтобы принять участие в заседании правительства, подчеркивает Би-Би-Си. Китай начал военные учения около Тайваня через несколько дней после вступления в должность нового президента Тайваня Лая Цинде. Ранее власти КНР заявляли, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами КНР. Там также уточнили, что в маневрах задействованы сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы и ракетные войска. Учения пройдут в Тайваньском проливе на севере, юге и востоке от берегов Тайваня, а также в районах вокруг контролируемых Тайванем островов. Президент Эммануэль Макрон приехал на заморскую территорию Франции, Новую Каледонию, которая вблизи Австралии. Он заявил о необходимом диалоге на фоне протестов против реформы избирательной системы. В результате, по последним данным, там погибли уже шесть человек и не прекращаются погромы и поджоги автомобилей. Франция направила в Новую Каледонию три тысячи полицейских. Демонстранты опасаются, что реформа снизит влияние аборигенов-канаков. Это 40% населения, а 270 тысяч отмечает немецкая волна. Это у меня все новости. Я передаю слово Дмитрию. Давайте начнем с нашего региона, с Балтийского, а точнее с планов России по изменению границ в Балтийском море, которые касаются Литвы и Финляндии. Здесь такая история получилась, как будто бы размах был лошадиный, когда СМИ опубликовали об этих самых планах. Реакция НАТО, ну ничего сверхординарного я в ней не увидел, по крайней мере, если мы говорим о публичной реакции. Ну а удар в итоге получился муравьиный. В итоге этот проект, проект документа исчез с сайта Минобороны. Как вам кажется, с чем связан такой откат? Тестирование. Стандартное российское тестирование. Дополнительная хаотизация информационного пространства. Смотрите, тема обсуждается в любом случае. То есть посмотрели на реакцию, какая будет реакция. Реакция, как вы правильно сказали, не очень активная. Просто там Министерство иностранных дел Литвы и Финляндии призвали Россию обдуманно подходить к нормам международного права. В том числе к нормам международного морского права. Это очень странно. То есть призывать Россию, которая ежедневно массово убивает граждан другой суверенной страны, к тому, чтобы она скрупулезно выполняла те или иные опции, прописанные в международном праве. Мне нравится такой подход. Это точно Россию заставит задуматься над своими действиями. Посмотрели, что реакция скорее такая истерически информационная. Россия будет дальше продолжать искать варианты, эскалировать на направлении, если мы берем Балтийскую акваторию, на этом направлении. Это очевидно. Это первое. Вторая сущность того, что делает Российская Федерация, еще раз, это дополнительные вбросы, информационные вбросы, каждый день разные, которые должны увеличивать количество хаоса в информационном пространстве глобальном, то есть вводить людей в сомнения, в заблуждения и так далее. То есть они каждый день какую-то тему дополнительно бросают. Вот это одна из таких технологий, достаточно примитивная. Но, тем не менее, Россия всегда на эти технологии так или иначе делает ставку. Поэтому для меня здесь нет ничего удивительного. Для меня, как всегда, удивительно абсолютное отсутствие внятной, четкой, логистически жесткой реакции. То есть, смотрите, не просто заявления, а соответствующие действия. Какие действия? Например, жесткие дипломатические действия, разрыв дополнительных каких-то отношений, изоляция России. Ну, там целый ряд, можно, пакетных действий и так далее и тому подобное. Выглядит это странно. Точно так же, как для меня выглядит, например, странно то, что сейчас происходит в Грузии, я параллельно скажу, да, и соответствующим образом, например, Грузия пытается принять абсолютно кальтированный закон российских об иноагентах, ну, то есть, по сути, который, по сути, должен разделить людей на разные сорта, да, ну, то есть и тех людей, которые выступают с оппозиционной позиции, сделать изгоями. Ну, то же самое, что произошло в России. И страны, например, даже Ирландия, там, условно говоря, Нидерланды, Швеция призывают остановить членство, ну, вернее, вот процедуру на путя приобретения членства в Европейском Союзе, Грузии, да. Ну, то есть, как бы, мне кажется, надо не заявление делать, опять же, это тестирование системы, мне кажется, надо не заявление делать, а просто принимать те или иные юридические шаги, предпринимать. Вот точно так же, как в случае с тем, что вы описали, с попыткой России назвать внутренним морем, да, часть Финского залива. Это, смотрите, это смешно, но на самом деле это выглядит чрезвычайно печально с точки зрения неготовности жестко отвечать на постоянное повышение ставки Российской Федерации или ее сателлитами. Ну, знаете, у меня своя версия вчера родилась, вот по поводу как раз-таки готовности или неготовности жестко отвечать. Дело в том, что действительно, как вы правильно отметили, идет очередное, да, такое повышение эскалации со стороны России. Помимо вот этой вот истории с Балтийским морем, мы можем вспомнить вброс про запущенный спутник, спутник-убийцу, который может Старлинг и американские спутники уничтожать, про планы по размещению космического ядерного оружия в космосе, про начавшиеся учения с тактическим ядерным оружием. И вот во всех этих историях они как будто бы назад не откатили. Вот только с Балтийским морем удалили просто-напросто документ. Я вот не исключаю, что может быть и была реакция, но только еще помимо публичной и непубличной каналы связи же остаются и что-то такое России сказали, что они тут решили, да, окей, мы пока не готовы на это. Давайте подождем. Я думаю, что они просто технически проверили, технически введут какие-то еще дополнительные уточнения и Министерство обороны как субъект реализации этой инициативы обратно выставит законопроект, ну или вернее инициативу на сайт проектиста. Давайте подождем. Смотрите, Россия не играет в... Россия, когда не испытывает противодействия, эффективного противодействия, когда у нее, условно говоря, стоимость того или иного шага, противодействие этому шагу намного менее ценно, ну то есть они будут его делать в любом случае. То есть Российская Федерация всегда идет по пути взвешивания. Дорогая ли ложка или недорога, да, то есть надо этой ложкой дальше продолжать черпать что-то или не надо. Если ответ будет жесткий, и Россия будет иметь проблемы, или будет цена абсолютно незначительного шага будет для нее чрезвычайна, она остановится. Если цена будет никакой, а на сегодняшний день я не вижу качественного противодействия вот этой стратегии Российской Федерации по повышению ставок, по эскалации, то, соответственно, она будет эти шаги предпринимать. Она просто будет их делать более продуманно, обдуманно и так далее. Да, окей, а стратегию, мы примерно стратегические замыселы по вот в этом вот очередном уровне повышения эскалации понимаем, да? А тактические цели какие Россия хочет при этом решить? Какие-то вот здесь и сейчас может быть? Тактические цели, это одно, это внесение расколов в европейские страны, то есть они должны вести внутренние, ну стандартно, да, то есть они должны вести внутренние дискуссии, сосредотачиваться на каких-то темах, которые им ближе, и таким образом, опять же, должно произойти вот это расконсолидирование единой базовой позиции, что Российская Федерация в таком виде будет представлять чрезвычайную угрозу для европейского континента в целом. В какой-то момент удалось это все, ну, как бы собрать в один узел, ну, за исключением там Венгрии или там Словакии, но тем не менее в Европе было вот это совершенно другое понимание тех рисков, которые несет Россия. Сейчас для России главная задача на тех или иных рынках в отдельных странах создать другие повестки дня, другие актуальные дискуссии, и, соответственно, вот этот раскол должен все-таки случиться. Для России это принципиально важно. Почему? Для России принципиально важно в этой войне не проиграть, это очевидно. Для России принципиально важно сохранить тот каркас отношений с международным правом, который они выстроили, а это значит, что если нужно, мы будем делать ссылки на международное право, а если не нужно, мы будем его спокойно нарушать, и вы не имеете права нам предъявлять какие-то претензии. А главное для России нет о доминировании, она не отказалась от этой концепции. Помимо, кстати, вот этой коллизии с изменением морских границ, есть еще и коллизия, о которой говорит та же Швеция, касающаяся Готландова, то есть других претензий России в этом направлении. Для России направление балтийские страны, оно принципиально, там Калининград, не забываем, они хотят более доминантную позицию иметь в Балтийской акватории, это всегда было присуще российской внешней политике. Сейчас они пытаются все это реализовать, пользуясь моментом. Каким моментом? Сейчас так называемая пауза, ну то есть стагнационная пауза в войне, то есть опять же стороны пытаются свои позиции как-то по-новому переформулировать. Для России позиция «возьму сколько могу, потом о чем-то буду договариваться». Имеется в виду не только территорию Украины, но и каких-то других важных для нее решений. Она хочет это все получить. То есть она хочет иметь пересмотренное ее право на те или иные позиции в Балтийской акватории, пересмотренное ее право в Южной, например, Черноморской акватории. Ну правда сейчас после того, что происходит с Черноморской флотом российским, да, это выглядит анекдотично. Но Россия всегда выглядит анекдотично, когда вы перестаете ее бояться. Вот в этом же парадокс. Ну то есть как бы Россия пытается доиграть концепцию комплекса страха, который все еще, к сожалению, присутствует, или комплекс равнодушия, который в какой-то мере присутствует у той части политических элит, которая непосредственно не платит за войну, ну то есть не теряет в этой войне ничего, а наоборот может приобретать. Вот Россия пытается на этих страхах и на этом равнодушии доиграть. Кстати, Черноморский флот, про который вы сказали, он фактически, да, можем констатировать, с Севастополя передислоцирован в Новороссийск. Я вот вспомнил, что в минувшие выходные была крупная атака украинскими, такая масштабная атака украинскими беспилотниками, в частности по порту Новороссийска. Теперь из Новороссийска тоже будем ликвидировать Черноморский флот? Ну то, что осталось, давайте сразу говорить, там не так много уже кораблей осталось, но наш существенно прорежен, да, ну то есть там порядка, насколько я понимаю, если не ошибаюсь, 40-45% ножа российского Черноморского флота уничтожено, ну или повреждено критически, и, соответственно, его нужно добивать. На мой взгляд, это как раз-таки вот эта история с Черноморским флотом очень точно показывает, что Россия — это всегда фейк с максимально агрессивной пропагандой вокруг этого фейка. И если ты перестаешь на этот фейк обращать внимание, если у тебя есть совокупно сопоставимый объём ресурса, то ты спокойно можешь всё это превратить в анекдотичность, да. Ну то есть вот всё, что касается России, это спокойно можно было бы уже давно превратить в анекдотичность, но, к сожалению, не все готовы принять для себя правильные принципиальные решения. Вот всё, что вы вот перечислили, да, и там спутники эти, и ядерные учения, используемые там в Беларуси как полигонной страны, и ещё какие-то угрозы со стороны России, это всё является следствием недорешённого главной проблемы. Проблема в том, что международное право либо есть, либо его нет. Для России важно, чтобы его не было, не только для России, для целого ряда стран. И, соответственно, Россия сейчас максимально жёстко себя опять начинает вести, максимально нагло на внешних рынках, используя информационные и дипломатические инструменты. Почему? Потому что всё везде не закончено. Ну в каком плане? Смотрите, изоляции России нету, нету. Экономические санкции частично работают, да. Россия может торговать в том числе среди северных стран Европы, да, ну имеется в виду, среди стран Северной Европы, конечно. Может она что-то там продавать? Да. Получает ли она надлежащий ответ на подобные инициативы, как, например, по пересмотру границ? Нет, не получает, кроме каких-то там заявлений информационных, не более того. Соответственно, почему России не надо продолжать наглеть? Вот я просто хочу понять, что должно её остановить, если, смотрите, страна в прямом эфире массово убивает граждан. Сегодня 15 ракет в центр города Харькова. 15, С-300, просто вот среди белого дня. Вот почему Россия должна вдруг прислушаться, ах да, у нас здесь тут подписаны международные договора, нет, мы будем их соблюдать. Я просто хочу понять, что должно остановить Россию от эскалации. И, соответственно, она поэтому использует любые инструменты. И таким образом, смотрите, на самом деле это же две задачи. Первая, она тестирует глобальную систему, а вторую, она показывает странам, которые ориентируются на Россию, ну или занимают нейтральную позицию, что можно наглеть. И, смотрите, Россия не проиграет. Россия за счёт своей наглости, наоборот, будет завтра доминировать. Россия будет устанавливать правила. Давайте её держаться, давайте где-то рядом её поддержим, давайте дадимить дополнительные ресурсы, давайте с ней заключим какие-то договора. То есть, на мой взгляд, вот западная цивилизация, она сейчас стоит на таком, знаете, на раздорожье, где выбор, либо вы отказываетесь от сопротивления, и тогда, ну да, Украина будет продолжать сопротивление, но вы отказываетесь, и тогда доминируют другие ценности, я в кавычках говорю слово ценности, потому что Россия — это не ценности, а, конечно же, совершенно другой уровень беспредельности. Либо Россия проигрывает, и тогда вот эти все страны, которые в ожидании, как всё это закончится, ждут, чтобы беспредел заменил международное право. Вот выбор. Ну, знаете, вот одна из дискуссий, да, как раз, которая идёт на Западе сейчас, это бить или не бить, соответственно. Ну, дискуссия вокруг того, разрешит ли США, Украине, американским оружием бить по целям на территории России. Здесь я вижу сдвиг вроде как с мёртвой точки, и часть конгрессменов об этом просят, и спикер палаты представителей Майк Джонсон говорит о том, что он не возражает. Энтони Блинкен продолжает повторять свой тезис, что мы как бы не поощряем, но Украина решает сама. Ну, если даже Блинкен говорит так, то я не понимаю, вокруг чего тогда сыр-бор? Вокруг собственного страха. Это же очевидно. Вокруг собственных мифов, построенных там лет 20, которые выстраивались, мифы об эскалации, о непровоцировании, о разделении ответственности, зон ответственности от отказа, концепции, что Россия — это правоприемник СССР, и, соответственно, имеет право в какой-то степени там де-факто контролировать те территории, которые вчера были советскими и так далее. А вокруг этого идут дискуссии. И на самом деле одно дело заявление, а другое дело реально понимание ключевого абсурда, с которым мы сегодня столкнулись. Что значит не бить по территории страны-агрессора? Ну, а я оставлю за скобками юридическую коннотацию того факта, что это страна-агрессор, и в принципе в рамках жертвенного права вы имеете полное, абсолютное право разрушать инфраструктуру, которую она использует для атаки на страну-жертвы. Это очевидно, это юридически. Но с точки зрения здравого смысла, вот что делает Россия? Вот смотрите, мы говорим «Харьков». Ну, они накапливают ресурс в километре от государственной границы. Они там ставят артиллерию, которую прямой наводкой просто сносят на территорию 20 километров, зачищают, имея, опять же, преимущество, существенное преимущество, в той же снарядной амуниции. Ну, то есть для того, чтобы этому противодействовать, вы можете либо живым, живой силой защищаться в окопах, но при этом, опять же, не имея авиации, вас будут просто уничтожать управляемыми авиационными бомбами. Либо вы будете выносить артиллерию и аэродромы для тактической авиации дальнобойными ракетами. Но других вариантов нет. И, соответственно, это абсурдно. Вы смотрите, как-то странно. Россия полезна на Харьковской области. А чего вы её не можете там остановить? Так подождите, у них артиллерия стоит в Белгородской области. Ну, это же однозначно. Если нужно выдержать, оперативно выдержать натиск группировки какой-то, то она должна потерять свои ресурсы. А её ресурсы находятся в Белгороде, ну, в Белгородской области. И, соответственно, Украина обязана уничтожить артиллерию стволовую, фронтовую, обязана уничтожить РСЗО системы. Все находятся на Белгородской области. Обязана уничтожить склады подвозные, на которых находится амуниция. Обязана уничтожить баллистику. Вот сегодня ещё раз 15 ракет С-300. Они находятся прямо в самом городе Белгорода. Украина обязана уничтожить аэродромы, на которых стоят МИГи и Сушки, которые, опять же, вот этими управляемыми бомбами. Иначе как? Иначе есть другой вариант. Тогда должно быть тотальное, безусловное, безумное, подавляющее преимущество в ресурсе на территории Украины. То есть снаряд, опять же, системы ПРО, авиации и так далее. Этого тоже нет. Тогда в чём претензия к Украине с точки зрения юридических, политических, психоэмоциональных особенностей ведения боевых действий? Я думаю, что сама по себе дискуссия, точно так же, как наряду с такими дискуссиями, которые уже позитивно завершились, не в полном объёме, но позитивно, например, использование процентов по замороженным активам для покупки дополнительных военных возможностей для Украины. Хотелось бы, конечно, все замороженные активы по-другому воспринимать, потому что, опять же, Россия вышла из-под действия международного права, её активы на них не распространяются, защита в рамках международного права. Дискуссия о возможности введения иностранных контингентов, неважно, с какими миссиями, тренинговые, инженерные, тыловые миссии и так далее, сама по себе важная дискуссия. Это хорошая дискуссия, это говорит о том, что всё это пресловутые красные линии, которые, к сожалению, и создали такого агрессора, на мой взгляд, вот эти вот красные линии, искусственно придуманные, они породили вот то преступное всё, безусловное, ужасное, ужасающее нацистское государство под названием Российской Федерации. И сейчас эти дискуссии на другом уровне идут. И я надеюсь, что эти дискуссии будут быстрее разрешены фундаментально. Ну и ещё одна дискуссия, о которой мы можем говорить с вами, и которую президент Украины активно развивали на разных площадках, это дискуссия, касающаяся пассивной защиты воздушного пространства Украины. Для нас это вообще тоже непонятно. То есть здесь-то какая возникает коллизия? Есть страна суверенная, полностью чётко зафиксировано её воздушное суверенное пространство Украины. Что говорит Украина? Так давайте сбивать ракеты, которые незаконно, юридически, незаконно отправляют Россия на её территорию, над территорией Украины. Это пассивная защита, это не агрессия в отношении даже России, это не уничтожение российских носителей или не атаки на территорию России. В чём здесь проблема? То есть мы говорим о гуманистической компоненте. Россия использует удары, безусловно, с геноцидными намерениями разрушить критику, убить как много больше гражданского населения и так далее. В чём проблема построить пассивную защиту в 21 веке? То есть здесь же Украина на чём настаивает? Так дайте логические аргументы, не абстрактные проэскалации, это политические аргументы. Дайте юридические аргументы, почему нельзя защищать территорию, исходя из гуманистических концептов, строго в рамках международного права. Почему нужно позволять стране-агрессору, нарушая международное право, безнаказанно делать всё, что хочешь в суверенном воздушном пространстве другой страны? В чём здесь есть аргументация? Вот хотелось бы её услышать. Не банальные вещи, а официально. Смотрите, официально я считаю так. Надо выйти и сказать, смотрите, мы считаем, что Россия имеет право убивать граждан суверенной страны, любой. Имеет право. Почему? Просто мы её боимся. Аргумент — да. Но тогда надо своему избирателю сказать, мы настолько трусливы, что нам нравится утром просыпаться, открывать газету и смотреть. Сегодня прилетели дополнительные ракеты в Хайков, которые можно было уничтожить. Если бы мы построили там пассивную защиту. И это было бы абсолютно в рамках юридических процедур. Вот хотелось бы такие ответы получать, а не какие-то абстрактные. Нельзя, потому что эскалация, геополитика. Бжезинский же написал, шахматная доска. Наверное, Россия тоже должна иметь право дёргать за какие-то фигуры. Хотелось бы слушать аргументы, которые чётко показывают знания людьми, которые об этом говорят, что сейчас происходит. Ну, здесь, кстати, мы тоже в этом вопросе видим риторические сдвиги. Вот спикер МИДа Польши сказал о том, что они рассматривают действительно такую возможность. Но я всё-таки, Михаил, уточнил бы свой вопрос вот как раз-таки в части ударов по целям на территории России. Вот смотрите, Блинкин говорит, уже второй раз, да, подтверждает это, что Украина должна решать сама. Ну, фактически, я это считываю, как, в принципе, разрешение, то есть отсутствие запрета. В таком случае, а мы с вами говорим, что дискуссия идёт. Я не понимаю, вокруг чего идёт дискуссия. Может быть, есть какое-то, знаете, после фразы Блинкина «Украина должна решать сама» после его публичной части. Может быть, есть какое-то непубличное «но»? Просто нам об этом неизвестно. Украина решает сама, исходя из того оружия, которое является произведённым в Украине. Конечно же, мы поэтому и демонстрируем работу своего оружия на территории России, уничтожая более долгую инфраструктуру войны, ну, тёжую на автопереработку и так далее. Что касается вот такого массового применения оружия западного, мы знаем с вами прекрасно, что есть неформальные ограничения, что западное оружие не может применяться по территории России в полном объеме, особенно дальнобойное оружие или особенно артиллерии. Более того, я отошлю вам к словам президента Украины. Он сказал, что если в начале, когда передавалась нам система РСЗО те же «Хаймерсы» и передавалась артиллерия те же «Три Семёрки», там были дальнобойные снаряды, то есть там с большим плечом поражения, то сейчас таких снарядов у Украины физически просто нет. Что такое плечо? Это 40-50 километров, сейчас есть снаряды 15-20 километров, вы понимаете прекрасно, что у нас территория оккупированная, там есть где применять это оружие, а всё, что касается территории России, это немножко другое плечо, там должна быть другая амуниция, к сожалению, её физически тоже нет. Поэтому тут вопрос о таких, скажем, неформальных договорённостях, но вопрос в другом, вопрос в желании наших партнёров осознать, что эта война не закончится благими призывами. Благие намерения закончились, нету никаких намерений у России, кроме одного, не проиграть войну и не нести ответственность за массовые военные преступления. Но это настолько очевидно, вы хотите с ними договориться о чём-то, и поэтому хотите деэскалацию провести. Так деэскалация для России воспринимается, вот попытки деэскалации принимаются как исключительная слабость, неготовность отвечать ударом на удар и, соответственно, Россия понимает, что в какой-то момент, поднимая ставки, опять же, возвращаясь к Балтийской акватории, поднимая ставки, поднимая уровни угроз и так далее, все признают, ну всё, мы проиграли, Россия выиграла, давайте соглашаться на её условия, давайте зафиксируем замороженный конфликт, зафиксируем где-то линии разделения, будем играться в холодную войну 2.0, будем играться в сдерживание, так называемое, имея слабую волю играться в сдерживание с агрессором, который абсолютно демонстративно показал другим потенциальным агрессорам, что если ты беспредельно будешь вести ту или иную войну, ну никаких проблем у тебя не возникнет, это очень странная позиция, то есть, грубо говоря, вот позиция, по которой я сейчас смотрю, как развиваются западные элиты, у меня такое ощущение, что они хотят действительно обнуления западной цивилизации, это непонятно, не вопрос одного дня, и непонятно, что это не вопрос одной войны в Украине, но просто, ну реально, ты всё время говоришь, смотрите, ну мы не хотим эскалации, давайте мы будем как-то толерантно относиться к тому, что делает Россия, а что делает Россия? Ну Россия, понимаете, Россия атакует гражданское население, массово атакует в другой стране, а что такое эскалация? Ну она может, она может продолжать это делать, а если её не остановить, она закончит добровольно, нет, не закончит, но это будет считаться деэскалацией, ну вы понимаете абсурдность, и Россия же ведь это понимает, но самое интересное другое, вот когда мы говорим об эскалации, деэскалации, мне больше нравится другая позиция, опять же, когда я говорю слово нравится, я с сарказмом, таким горестным сарказмом говорю, вот что видят страны нейтральными, скажите мне, пожалуйста, вот что они видят внутри войны, Украина, Россия, Китай тот же, что он видит? Вот скажите, что просто они видят? Они видят, смотрите, красивые слова, бесконечные, мы поддерживаем Украину, да, это нарушение международного права, и в то же время они видят следующие вещи, нарастающая торговля с Россией, Россия спокойно может продать минеральные удобрения любой стране европейской, зерно может продать, нефть постоянно продаёт, цена, вот эта пороговая цена, помните, много рассказывали, вот пороговая цена, стоимость нефти и так далее, да, оказывается она не работает, ну не работает, санкции, которые не работают, Китай видит большое количество европейских компаний, которые на перегонки рассказывают, насколько они удачно отработали 2023 год на рынке Российской Федерации, видят банки европейские, которые, ух ты, мы столько налогов заплатили, видят нейтральных спортсменов, которых приглашают на Олимпиаду в Париж, это ж, ну как бы, действительно, видят европейские комплектующие, внутри калибра, который залетает в город Одессу, или внутри Искандера, который залетает в город Харьков. И что должен принять для себя, какой вывод должны сделать нейтральные страны? Они должны просто философски подойти к этому, обсудить, что такое лицемерие в современной политике. То есть оказывается можно говорить слова, просто нужно красивые слова говорить, можно играться в эти слова, и в то же время можно спокойно работать с Россией. Она будет продолжать сидеть в Совете Безопасности, она будет, захватив Запорожскую атомную электростанцию, иметь треть управляющего персонала в МАГАТЭ. Ну это можно, это хорошо. И вот скажите, вы на этом фоне хотите чего добиться? Возврата к международному праву? Или к тому, чтобы страна-агресса Россия вдруг стала себя вести законопослушно? Смотрите, Российская Федерация, а давайте вы не будете пересматривать морские границы в Финском заливе. Давайте вы не будете добровольны. Ну давайте. Мы же вас попросим, и вы сразу да, мы не будем этого делать. Скажите, пожалуйста, вот это, как должны воспринимать страны с нейтральной позицией, которые по-другому все это видят? И как это нужно воспринимать странам с адекватной позицией, как не инфантилизм, проявление такого глобального политического инфантилизма? Михаил, я вот слушаю вас, да, и знаете, моментами, я такое себя поймал на мысль, где-то я это уже слышал совсем недавно, ну некоторые из тезисов или некоторые из ноток, и я понял, где я это слышал. Ну, не дословно, да, а вот по месседжу, может быть, нечто похожее. Михаил Ходорковский на одном из своих выступлений в Берлине, ну, его мысль заключалась в том, что Запад эту войну проиграл, ну, если не проиграл, то проигрывает и проиграет с нынешним отношением, с нынешними уровнями поставок. Не все, в словах Ходорковского, безусловно, правда. Ну, то есть, имеется в виду, не все, вернее, не правда, а не все логически, объективно изложено, особенно все, что касается проигрыша или непроигрыша войны. Тут еще есть фактор Украины, несомненно, этот фактор доминирующий. Украина два года и три месяца практически в любом случае эффективно ведет эту войну против страны с монструозной милитарной компонентой и будет продолжать это делать. Но в чем Ходорковский абсолютно прав? Это в непонимании, к сожалению, до сих пор непонимания с западными элитами, что время слов — это время слов. Можно красивое слово продолжать говорить, но время экономики — это время военной экономики, это время военной экономики. Ты либо выстраиваешь всю систему логистики войны правильно, пропаганды войны, контрпропаганды войны правильно и выигрываешь войну, перестраиваешь правила с учетом опыта, который эта война тебе дала, либо ты проиграешь, потому что Россия не собирается договариваться о компромиссе. И здесь господин Ходорковский абсолютно чётко и правильно говорит. Смотрите, перестаньте играться в какие-то недосказанности. Но смотрите, ВВП, совокупная стран цивилизации европейской, намного выше, чем Российская Федерация. Так почему тогда стоимость войны для России одна, а для Украины другая? Ну то есть, вернее, возможность финансировать войну. Второе, перестаньте играться в лицемерие. Третье, почему Россия до сих пор имеет на ваших рынках возможность зарабатывать деньги, которыми оплачивают войну? Третье, почему Россия до сих пор имеет возможность активно использовать международные площадки для промоции войны и вводить в соблазн другие страны? Говоря, смотрите, ну мы же не проиграли, это всё не так однозначно. Давайте-ка вы будете где-то рядом стоять, мы, во-первых, с вами немножко в спекулятивные игры поиграем за счёт ценообразования разного, вы сможете получить доходы. Ну и кроме того, мы вас поддержим. Например, смотрите, Северная Корея, давайте возьмём Северную Корею. Что видит Северная Корея? Она ведь чётко понимает, если Россия не проигрывает, тогда она сможет реализовать свою извечную мечту, попытаться переформатировать корейский полуостров. Почему она должна откасаться от этого плана, если это единственный план, который определяет её существование? И тут Россия, которая будет использовать международные инструменты, экономические инструменты на поддержку Северной Кореи или ультимативно потребует чего-то от Южной Кореи? Это очевидно? Да. Ну так, соответственно, надо определённым образом всё это проанализировать. И здесь я абсолютно согласен с господином Ходорковским. Западу нужно перестать жить в иллюзии. Два года — это достаточный строк, чтобы поставить точку над этих иллюзиях. И не нужно выходить в Министерство иностранных дел с обращением к России. Возможно, вы будете всё-таки придерживаться международного права. Они не придерживаются этого. Они войну для того, чтобы обнулить международное право, начали. Или этого недостаточно? Это аргумент другой, да? Ну то есть как бы, а что тогда есть обнуление международного права, как не война агрессивного толка? Есть какие-то другие инструменты? То есть тут Россия будет массово убивать и резать людей, выжигая их, под камеру это делать. А тут она скажет, а не, ну извините, мы тут на километр хотели подвинуть, вы нам сказали, нельзя этого делать? Мы сказали, да-да, мы этого сделать не будем. При том, что она люто ненавидит Литву, Эстонию и Латвию вместе взят. Люто ненавидит. И считает их обязательными мишенами. То есть когда прописные вещи нужно постоянно повторять, ты удивляешься после двух лет. И я опять же отошлю нас к словам президента Украины. Господин Зеленский правильно говорит постоянно. Смотрите, слова хорошо, отлично, круто. Зафиксирующие то, что свобода это безусловная ценность современного 21 века. Но между словами и делами и логистикой слишком большой временной разрыв. А можно вот этот временной разрыв, понимая угрозы, риски, которые несет сегодня Россия, как-то сократить? И тогда это будет выглядеть совершенно правильно. Вы знаете, я тоже не перестаю удивляться. Вот вы слово «нравится» часто берете в кавычки, говорите «мне нравится», сарказм таким. А я вот слово «политкорректность» так беру в кавычки. Я не перестаю удивляться вот этой вот политкорректности западной, когда мы в ООН приспускаем флаг по случаю крушения президента Ирана Рейси, и признаем Палестину, некоторые страны в качестве независимого государства. Планируем выдать ордер на арест Абинамина Нетаньяху и министра обороны Израиля наряду с лидерами Хамаса. Для меня это все признаки абсолютного разрушения морально-этического каркаса современных обществ. Но смотрите, есть концепция палестинского государства, но это может быть принято только в рамках глобальной международной процедуры. Никакие двухсторонние признания Палестины невозможны. Это приведет только к эскалации на Ближнем Востоке. Второе, не забываем, что 7 октября террористическая организация Хамас максимально жестоко, просто немыслимо жестоко расправилась с гражданами Израиля. И государство Израиль защищается, проводя антитеррористические действия, абсолютно делая это законно. Здесь нет никаких других мотивов. И первопричина всего, опять же, Хамас, который поддержан, опять же, Иран. И, соответственно, неправильные посылы, которые дают вот такие решения, или там не принятые решения, потому что нет международного ордера, а ещё это только обращение прокурора Хана к Международному криминальному суду, чтобы такие ордера были. Но это всё те сигналы, которые, что делают сегодня, порождают просто немыслимый, катастрофический всплеск антисемитизма, который, опять же, приведёт к грандиозной трагедии. Это же прямая взаимосвязь? Прямая. Что касается Ирана, прямая взаимосвязь, что Иран является ключевым фактором дестабилизации Ближнего Востока, у которого конфликт не только с Израилем, но и с большим количеством суннитских арабских государств, находящихся и в Персидском заливе, и на Ближнем Востоке в целом. Иран — это страна, которая построена на экспансии. Неважно, в каком виде она её проявляет. Это страна, которая, опять же, построена на попытке доминирования. А это значит «вечная война на Ближнем Востоке». И, соответственно, помятуя, кто такой, собственно, президент, бывший президент, ну или уже покойный президент Ирана Раисии, давайте вернёмся в 1988 год. В время безумного злобствования четырёх судей, которые десятками тысяч людей казнили. Один из них — это Раисия. Ну, наверное, же есть какие-то пределы толерирования чего-то. Ну, точно так же, как Россия. Но есть, наверное, какой-то предел, когда вы называете нейтральным спортсменом гражданина России, который бравирует это, приезжает. Да, официально он не использует символику на официальной форме, но он ходит целыми днями в своей символике в олимпийских деревнях. Он визжит от крика «Россия прежде всего, Россия всех поставит на колени». Вы это толерируете, чтобы что? Какой сигнал вы хотите дать остальным? Жги, убивай, насилуй, вырезай, нарушай. И главное, выдержи всё. Вот претензии, высказанные там, скажем так, сухим официальным языком, и после этого тебе ничего не будет. Вот такие сигналы посылаются. Поэтому, к сожалению, да, к сожалению, сейчас закончу буквально. К сожалению, если современная цивилизация хочет иметь будущее для своих детей, она должна переосмыслить базовые вещи. Преступление, я переформатирую русский, да, вернее, использую их фразу, преступление обязано быть связано с безусловным наказанием. И не только в романе Достоевского, да, который очень нравится кому-то или не нравится. Опять же, надо биографию узнать, кстати, Фёдора Михайловича для того, чтобы понимать, нравится или не нравится, кто это был и почему эти романы написаны, и какую суть они несут, истинную суть, скажем так, на своих страницах. Ну, преступление обязано завершаться наказанием. Вот и всё. Сейчас преступление не завершается наказанием. Наоборот, преступления порождают желание встать на колени перед преступником. И поэтому попытки найти какие-то решения конфликта, как называет кто-то, войны в Украине, это попытка встать на колени перед преступником. Вопрос, а зачем вы это делаете? Или скажите, мы настолько трусливы, что мы хотим стоять на коленях. Нам нравится унижение, оскорбление. Нам нравится, когда наших близких могут изнасиловать. Мы просто понимаем, что это круто, наверное. Тогда говорите об этом прямо. А не называйте это мультикультуральностью, не называйте это толерантным отношением, попыткой найти какие-то форматы перемирия и так далее. Михаил, знаете, чтобы абсурдную ситуацию довести, наверное, нужно было, чтобы прокурор Международного уголовного суда ещё потребовал выдачи ордера на арест агента Моссада Эликопта или Эликоптера, который, соответственно, и поминен в крушении президента Раисида. Да, это фантастическое. Нет, ну это на самом деле говорит об абсолютном интеллектуальной ущербности современной российской элиты, российской пропагандистской. Ну я не знаю, называть это слово элита, это такое, да, странно, но тем не менее. И это неплохо. На самом деле это неплохо. Правда, с другой стороны, мне кажется, что вот эти субъекты, которые называют эликоптер агентом Моссада, да, они искренне в это верят. И это неплохо. Кстати, там ещё какие-то подобные вбросы, там 500 человек, которых Украина не хочет пленных поменять. Мы не можем забрать всех своих пленных, настаивая на разных площадках, чтобы их забрать. Тут Россия выходит, Украина отказывается от обмена пленных. Ну, понимаете, на кого-то это работает, на кого? На внутренний российский рынок. Они ведь как делают? Смотрите, Кропус-Сити. Украина участвовала в этом. Задержали одних, других, третьих. Дагестан финансировал, финансовый центр, который всё это финансировал, граждан Таджикистана, ну или граждан России, которые бывшие граждане Таджикистана задержали. Всё равно Украина не взлетела. Ладно, давайте следующее. Белгород, видно, бомба упала с российской стороны, разрушен подъезд, Украина его ударила. То есть ракета украинская прилетела, облетела дом, по другой траектории взорвала, не взлетела. Ладно, давайте следующее. Украина не хочет менять своих пленных. А, не, не взлетает. Давайте дальше. Ну вот примерно так работает российская пропаганда. Кстати, это к вопросу об эффективности её. Но другой вопрос. Масштаб её. Вот сейчас мы видим опять разрастающийся масштаб российской пропаганды. Там много абсурда, но тем не менее много людей, которые не являются гражданами России, а живут в разных странах, которые, ну, как-то начинают в это заходить, опять начинают дискуссии какие-то и так далее. В оставшиеся три минуты, Михаил, мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали публикацию издания «Политику», суть которой сводится к тому, что Зеленский якобы недоволен своими генералами, а именно тем, что доклады их не соответствуют, мягко говоря, действительному положению на фронте. И началось это, я так понимаю, как раз после наступления России, попытки наступления в Харьковской области. Звучит очень круто, конечно. То есть издание «Политика» знает внутреннюю кухню ставки верховного главнокомандующего штаба, генерального штаба Украины и делает такой однозначный вывод. Президент чем-то недоволен, при том, что президент Зеленский очень часто ведет непосредственные коммуникации, практически в ежедневном формате проводит военный кабинет ставки и, опять же, активно консультируется с генералами, ну, я имею в виду командующими и оперативных направлений, и представителями генерального штаба, президент активно погружен в войну. Безусловно, президент как менеджер, ключевой менеджер СЕО страны активно изучает то, что происходит по линии фронта, чего хватает, чего не хватает, какие нужно делать движения, ну, то есть дополнительные решения принимать для того, чтобы все эти дефициты компенсировать и так далее. Сказать, что президент чем-то доволен или недоволен невозможно, потому что, безусловно, быть довольным внутри войны, ну, это как бы странно было бы и так далее. Сказать, что президент доволен обеспечением украинской армии? Нет, конечно же, мы с вами знаем те дефициты, которые накапливались, и они связаны не только с виной, собственно, Украины, да, там, ну, то есть понятно, что мы не можем в таком количестве воспроизводить все, что необходимо по линии фронта. Поэтому я бы, честно говоря, к этому опять относился, к таким публикациям с известной долей скепсиса. Мне очень нравится, что чем дальше та или иная редакция находится от линии фронта, тем более глубоко она разбирается в том, что там происходит. Я думаю, что есть, опять же, еще раз, есть качественное управление процессами, то, чем занимается президент на Ставке, и, соответственно, он периодически, публично говорит о том или ином отношении к тому или иному действию, сделанному или не сделанному. Я думаю, что настолько глубоко в войне, как президент Зеленский, вряд ли сегодня кто-то разбирается из политиков. Но, тем не менее, вот эта попытка российского наступления в Харьковской области, она вскрыла какие-то проблемы для УВСУ и Украины? Вскрыла ключевую проблему своевременность военного обеспечения и своевременность нанесения ударов по местам концентрации, которые находятся на территории Российской Федерации. Смотрите, глубокого проникновения на Харьковском, там, да, тяжелые бои, ну, собственно, как и везде. Россия пытается дореализовать свою инициативу. Инициатива связана с профицитным ресурсом, намного больше, грубо говоря, ресурсов у России, чем у Украины. Она пытается растянуть наши резервы по линии фронта, удлинив, собственно, эту самую линию фронта. Но, тем не менее, проникновение не глубокое, то есть там от двух с половиной, максимальная точка проникновения это 10 километров. Опять же, потому что артиллерия стоит на территории Белгородской области, и это обеспечит ей определённое прикрытие. Какие проблемы вскрылись? Ещё раз, вскрылись проблемы своевременного обеспечения, возможности нанесения ударов, в том числе по территории России, скорости, там, принятия логистических решений, фортификации, опять же, фортификации находятся на том уровне отдаления от госграницы, где можно было это построить, с учётом того, что, опять же, ты не построишь непосредственно в зоне ведения боевых действий, в данном случае на самой границе, фортификации. Но, ещё раз, ситуация стабилизирована, и ситуация находится под контролем Генерального штаба вооружённых сил Украины. Спасибо большое, Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины в эфире Дельфи. На этом наш эфир подошёл к концу, его для вас провёл я, Дмитрий Семёнов. С новостями в начале выпуска знакомила моя коллега Анжела Бубеляк. Увидимся с вами завтра. Завтра будем говорить о предстоящем втором туре президентских выборов в Литве, а также выборах в Координационный совет оппозиции в Беларуси. Редактор субтитров А.Сёмкин